Здравствуйте! Нарочно предваряю это видео репортажем таким небольшим из места большого скопления людей. Потому что у меня есть что вам сказать на эту тему. Когда мы думаем про новое знакомство, в том числе и этим летом, мы ждем, что лишь бы уже это новое знакомство наконец-то случилось и произошло. На самом деле все не так просто, и само по себе знакомство – это только тот минимум, который нам дают звезды. А вот как дальше распорядиться возможностями романтическими, здесь многое зависит от нас, от вас. И поверьте, я вижу десятки историй про то, как двое подходящих людей встречаются, знакомятся, а отношения дальше не идут. По разным причинам. Первое, самое главное – это, конечно же, наша психологическая, эмоциональная незрелость. Мало кто из нас умеет грамотно себя вести, когда чувства переполняют душу. И, собственно, посыл мой к вам сегодня такой. Не пропустите это первое и сумейте удержать это второе. Потому что это важно. Будьте взрослыми, будьте понимающими. Будьте, ну, в конце концов, просто адекватными для того, чтобы вот этот счастливый шанс романтический реализовать. Дорогие скорпионы, у меня теперь будет гадание для представителей вашего знака. Я использую свою самую знаменитую колоду карт. Это Таро Кроули, вот такие старенькие карты. Возможности новой романтической встречи в июле и августе 2017 года. Июль уже начался, можно сказать, половина прошла. Тем не менее, астрологи действительно говорят о том, что, ну, если не июль, то август будет очень-очень активным месяцем, когда мы дождемся исполнения желаний. Поэтому, если вы вдруг одиноки, но хотите устроить вашу личную жизнь, обратите внимание вот на это чудесное время. И мы переживаем очень романтическое лето, потому что оно дождливое, наверное. Обстоятельства нового знакомства для вас. И, может быть, личность, персонаж, которого вам предстоит повстречать на вашем пути в это время. Конечно, хочу немножко сказать о том, что всем скорпионам любовь нужна, потому что скорпионы страстные, и вот эту бурю эмоций, вот этот вот избыток чувств, чувственности надо где-то реализовать. Проще всего это реализовать, конечно же, в любви. Поэтому у скорпиона так. Если нет всепоглощающей страсти, творческой какой-то, или научной, или идейной, то вся энергия перебрасывается в любовь. Вы готовы, как правило, к знакомствам? Вы обладаете необыкновенной такой харизмой, даже притягательностью для представителей противоположного пола? Итак, новое знакомство. Скорпиона, июль и август. Вот так. Ничего себе. С фигурной картой у нас начинается гадание. Что могу сказать? Человек, похожий на вас, вам попадется. Водный король, это король кубков. Такой же чувствительный, такой же эмоциональный, такой же склонный к любви, к проявлению романтики в классическом ее понимании. Знаете, романтику представители разных знаков понимают по-разному. И я занимаюсь анализом совместимости, астрологической для многих людей. И могу сказать, что часто проблема между двумя людьми именно в этом. Потому что любовь есть и у одного, и у другого. Но понимание любви принципиально разное. Вот здесь нет противоречий. Вот на эту тему исключены сразу. Потому что для вас вот такой вот влюбленный мужчина. Почему он будет очевидно влюбленным? Он будет про любовь говорить. Он будет смотреть выразительно. Он будет дарить цветы, может быть, какие-то трогательные подарки. Будет приглашать на свидание. Говорит ласковые слова. Это то, что я знаю многим женщинам, особенно, кстати, представительницам вводных знаков, не хватает. Вот здесь вы это получите в избытке. Свидание, расставание, обещание. Хорошо. Без встречи романтической, без нового знакомства точно не обойдете. Вот так вот. Обстоятельства вашего знакомства. Все произойдет очень-очень скоро и очень-очень неожиданно. Значит, знаете, читаю в ваших комментариях часто такое, что... Вот не верю в то, что встречу новую любовь, потому что я там 15 лет одна, 8 лет одна и так далее. Проблема в том, что вот эти сроки никакого отношения к звездам, которые в вашу пользу сойдутся однажды, не имеют. И вот здесь вот такая история, очень говорящая, очень перспективная для тех, кто уже махнул рукой на личную жизнь. Для тех, кто сказал, ну, мне так повезти не может. Может, еще как, потому что обе карты, здесь Туз, это карта Суд, Старший Аркан, крупные обе карты, они говорят. Они обе символизируют какой-то прорыв. Это новость, это известие, которых вообще не ждешь. Поэтому ваше новое романтическое знакомство, неважно, где произойдет, при каких обстоятельствах, как оно будет выглядеть. Совершенно карты не придают значения вот именно этому, но оно будет крайне неожиданным, вот как снег на голову. Потому что по обеим вот этим картам мы видим неожиданно открывающиеся принципиально новые возможности. Поэтому, а вот если у вас и так личная жизнь бьет ключом, если вы, ну, перманентно находитесь в каких-то текущих романтических отношениях, то вот по такому сочетанию вам карты предсказывают знакомство принципиально нового плана, принципиально нового качества. Это может быть либо человек, не похожий на всех, с кем вы до этого общались, либо предложения, намерения этого человека будут отличаться от всего, что говорили вам другие до этого, или же вам предстоит пережить совершенно новые чувства, новые. Вот знаете, потому что любовь бывает такая одна, похожая на другую, примерно по направленности, по объему, по заряду, что ли. Мы вот переживаем иногда череду, ну, таких вот похожих романтических переживаний. А здесь все совсем-совсем по-другому. Новые чувства. То есть вам предстоит пережить новое. Вот что, правильные слова нашла. Суд, карта – это новый опыт. Новый опыт. Поэтому готовьтесь, вот, выходить из зоны комфорта – это уж точно. И готовьтесь поторопиться. Скорпионы никогда не склонны затягивать. Вы люди стремительные, решительные. Поэтому, в общем-то, для вас эти предупреждения могут быть не напрасными. Вы рады переменам, новым шансам, новостям всегда рады. Итак, что же будет, может быть, сопровождать ваше это знакомство? Карты поясняющие. И вот здесь вот слева я смотрю, что же будет в первую очередь хорошего для вас. Во-первых, да, про возраст. Мужчина примерно вашего возраста. Ну, примерно, конечно. То есть карты совсем не говорят о том, что это будет слишком юный человек или человек сильно старше вас. Поэтому вот ориентируйтесь примерно на свой возрастной диапазон. Кстати, при всей своей романтичности он будет очень мужественный. Возможно, это вам встретится человек, недавно переживший какой-то опыт, разрыв отношений в прошлых. Немножко скорбящий, конечно, о потерянной прошлой радости, но тем не менее человек, который пережил неоправдавшиеся романтические ожидания в прошлых отношениях. И они еще свежи, потому что, видите, карты эту эмоцию у него выдают. Будьте осторожны. Часто люди с незажившей сердечной раной не слишком конструктивно себя ведут в новых отношениях. Поэтому от вас, наверное, потребуется понимание, принятие, готовность слушать где-то, с чем-то соглашаться. Если человек этот имеет друзей, по крайней мере, какой-то круг общения, может быть, общий, может быть, общие друзья, если, например, у вас появится новый коллега на работе, и с ним вам предстоит роман, то здесь троечка указывает как раз на коллег, которые рядом с вами. В любом случае это либо родственники с его, либо с вашей стороны. Скорпионы не считают нужным слишком уж скрывать свою личную жизнь, может быть, расскажете кому-то. Ну, в общем, по этой тройке с вами за столом кто-то сидит еще. То есть это не два человека. Друзья, родственники, кто угодно. Отношения будут, по крайней мере, искренними, открытыми, правильными. Развиваться будут достаточно конструктивно, в правильном направлении, то есть на улучшении. Это не та ситуация, когда... Тоже, кстати, часто бывает, когда вначале вроде бы все предельно хорошо, а потом вот все это затухает, идет на оболь, сдувается. Нет, здесь даже если поначалу вдруг вас что-то не устроит, то вы увидите, как каждый день прибывают чувства, растет доверие. И растет, кстати, не только доверие, но растет еще и страсть. То есть накал страстей у вас, вот как солнце встает, так и для вас нарастают страсти в этом союзе. И тем не менее, обратите внимание, разлуки вынуждены могут быть. Вот именно вынужденные для вас разлуки, это не то, что вы поссорились и решили быть не вместе, но это карта вынужденной изоляции. Поэтому либо живете далеко друг от друга, либо есть какие-то четкие, понятные, объективные причины, из-за чего вам приходится периодически расставаться. Но смысл вот этой вот четверки мечей всегда позитивный, потому что это время, которое дается вам в истории любви для того, чтобы вы друг друга и ваши отношения оценили заново, переоценили. И урок жизни в том, чтобы философски отнестись к этой разлуке, к этому времени, проведенному по отдельности, и хорошенько все обдумать, принять решение. Что же еще мы узнаем про вашу любовь в этой истории? И пока не скажу вам, начну, пожалуй, с конца. То, что скорпионы традиционно ищут в любви, здесь точно присутствует, потому что присутствует спонтанность, стремительность, присутствует романтизм, страсть. Посмотрите, все карты за страсть. Какое-то ощущение исполняющейся мечты или потребность помечтать, замечтаться, потому что все-таки скорпионы еще неисправимы, романтики. Все это есть. Сразу скажу, чего нет. Пока я не вижу серьезных намерений вашего нового знакомого относительно вас. То есть совсем нет карт, которые будут говорить за брак, за то, что между вами долгий путь какой-то. Нет, это все, видимо, будет позже. Может быть, не состоится. Может быть, потому что вы не выберете конкретно вот этого человека в спутнике своей жизни. Может быть, обстоятельства будут как-то складываться немножко иначе. Сильно негативных карт нет. Нету ссор, нету конфликтов. Нету, кстати, посмотрите, какой-то женской негативной энергии. То есть здесь нет соперницы или вообще женщины, которая будет против ваших отношений, которая будет палки в колеса вставлять. Но если у вас есть вот четкий план на брак, официальный брак, общий дом, семью, детей, вот это знакомство вас может местами где-то, наверное, поначалу не удовлетворять. Потому что это страсть в чистом виде. Это любовь, которую мы имеем по пятому дому в зодиакальном круге с переживаниями, с потребностью постоянно, может быть, отстаивать себя. Здесь не конфликты, не споры между вами, но какое-то напряжение между партнерами присутствует отстоять себя, какое-то противостояние. Может быть, если вы в одной профессии, например, или занимаетесь одним делом, то у вас на эту тему может быть немножко вот какое-то соперничество, ну такое честное. Ну и в целом вообще знакомство это сопряжено с большими, серьёзными переменами в вашей жизни. Придётся на что-то очень и очень хорошенько решиться для того, чтобы быть вместе с этим человеком. переехать, в первую очередь, потому что шут – это у нас вечный путник, это карта, которая отвечает за переезды, причём такие очень рискованные, необдуманные, непрактичные, знаете, вот с билетом в один конец. Ну, придётся решаться очень и очень намного. В таком сочетании я могу сказать, что вот эта история будет очень полезна для вас, если вам надо вырваться из каких-то, например, деструктивных, текущих уже отношений долгих. Потому что вот именно это знакомство станет таким, такой калиточкой, проводником, что ли, в новый мир. Как минимум, вы освободитесь, прекратите, ну, не знаю, текущую какую-то рутинную жизнь, как минимум. И вообще, если вы засиделись, если вы ждёте перемен, море волнения, море страсти, то вот это июльское, августовское знакомство, оно как раз-таки для вас. Спасибо. Спасибо.